Десятки каргандинских семей пострадали от недобросовестной работы подрядчика по дорожной карте занятости. Ремонт крыши по госпрограмме обернулся для людей большим потопом. Рабочие сняли кровлю и уехали, не закрыв крыши даже полиэтиленом. При этом, по прогнозам синоптиков, в это время ожидались обильные дожди. Идется звук. Новый матрас, новая постель. Все залито. Без кровли в проливной дождь оказались дома по центральным улицам Караганды. Причем пострадали не только квартиры верхних этажей. Вода дошла до третьего этажа. Местные власти планировали обновить крыши старых домов. Но, по словам горожан, большая их часть ремонта не требовала. Кровли в некоторых многоэтажках были отремонтированы жильцами в прошлом году за счет собственных средств. Нас просто лишили нормальной крыши. И мы считаем, что, конечно, налицо недобросовестные действия Акимата в том, что жильцов не поставили в известность. Жильцов не оповестили о проведении этих работ, о проведении конкурсных процедур. Ничего этого мы не видели. Мы не видели никаких дефектных ведомостей. Мы не видели никаких актов осмотра. Мы, естественно, я думаю, что меня поддержат и другие жильцы. Если бы стоял вопрос о том, соглашаться на проведение таких работ или нет, я думаю, что все бы, конечно, отказались. Потому что, ну, не было такой необходимости. Теперь не исключено надо сушить, не исключено, что грибок заведется. И обрушение чердачного перекрытия. Ну, а так, ну, катастрофа. Воды масса. Я лично, когда начался дождь, только с чердака вычерпал, сколько сил хватило, порядка 60 ведер 10-литровых вылив на улицу. Ну, крыши нет, вода с плосником шла. Люди предупреждали рабочих, что по прогнозам синоптиков в городе в эти дни ожидается сильный дождь. Просьба закрыть крышу хотя бы полиэтиленом так и осталась неуслышанной. За возмещением ущерба карагандинцы намерены обратиться в суд. По словам местных властей, основная причина произошедшего – отсутствие у поставщика необходимых стройматериалов. С заводом подрядчики была договорность, был договор заключен на поставку металлочерепицы. Но к определенному сроку данная черепица не была доставлена. То есть у них в наличии не оказалась данная черепица. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем с другими заводами, чтобы в ближайшее время привезти данную металлочерепицу и установить. То есть до следующих больших дождей. Там, где был нанесен ущерб, подряды мероприятия будут возмещены полностью. До настоящего времени нужные стройматериалы к пострадавшим домам так и не привезли. Между тем, квартиры карагандинцев сегодня были залиты дождем уже в третий раз. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал Атамикен Бизнес.